все добрый день уважаемые коллеги я рада вас всех приветствовать всем кто со мной еще не знаком меня зовут грецова елена я являюсь врачом драматологом косметологом сертифицированным тренером компании николь md solution сегодня мы с вами поговорим о такой скажем так животрепещущей теме как гиперпигментация но наверняка практикующие коллеги меня поймут и каждому из вас приходил приходили пациенты с данной проблемой и всегда встает вопрос о том как же максимально эффективно помочь данной категории пациентов давайте будем с вами разбираться в этом итак план сегодняшнего вебинара план сегодняшнего вебинара таков мы разберем с вами причины пигментации поймем клиническую классификацию пигментами для того чтобы понимать как правильно лечить пигментацию нужно разбираться в ее видах и клинической картине от этого очень многое зависит также мы рассмотрим тактику ведения пациента на приеме посмотрим основные методы коррекции и возможность сочетания различных методик конкретно мы с вами остановимся на методике мезотерапии для лечения данной проблемы и так что же такое гиперпигментация но в первую очередь конечно это проблема которая проявляется усилением окраски кожных покровов по сравнению с обычным цветом кожи и это вызвано нарушение меланинообразования конечно гиперпигментация чаще всего проявляется у женщин и доставляет достаточно сильный психологический дискомфорт ведь как правило это ведет к появлению так называемого порочного круга когда появляется пигмент пациент испытывает достаточно сильный стресс и в этом состоянии он приходит к вам на прием конечно важно объяснять что за один-два скажем так приема пигментация не пройдет и нужно понимать что должны быть адекватные ожидания от вашей терапии и так процесс меланинообразования на нем мы остановимся более подробно вы видите схему на ваших экранах процесс меланогенеза это достаточно сложный физиологический процесс он сформировался эволюционно он обусловлен приспособлением к меняющимся условиям окружающей среды и основными участниками меланогенеза являются следующие виды клеток это меланоциты которые непосредственно производят пигмент и кератиноциты которые являются переносчиками этого пигмента и и своеобразный такой брачный союз меланоцита и кератиноцитов получил название эпидермально-меланиновой единицы эпидермиса и в одной такой единице содержится примерно один меланоцит и 36 кератиноцитов меланоциты лежат на базальной мембране однако их тела прилежат немного более глубже и они составляют 10-25 процентов от всей массы клеток базального слоя как правило это многогранные клетки с длинными отростками дендритами по которым собственно переходит пигмент в меланоцитов кератиноцитам начало процесса меланинообразования происходит в цитоплазме меланоцита из аминокислоты тирозина тирозин это аминокислота которая содержится практически во всех белках животных и растений и первых два этапа осуществляется при участии фермента тирозиназы результатом образования первых двух этапов является появление дофахинона конверсия которого в последующем происходит тремя путями это образование черного меланина коричневого и красного или иначе его называют желтого очень важным фактором является то что нормальное протекание биохимического биохимических реакций меланогенеза происходит под действием тирозина под действием наличия ионов цинка меди и молекулярного кислорода после того как химический синтез меланина закончен меланин погружается в транспортные пузырьки и меланасомы и затем уже переходит кератиноцитам меланасомы бывают двух видов это незрелые меланасомы или иначе их еще называют премеланасомы как правило они имеют овальный вид и также есть обычные меланасомы которые имеют более сферичную структуру и размер их равен примерно 1 микрометра скорость синтеза меланина зависит от активности тирозиназы то есть чем активнее фермент тирозиназа тем будет более интенсивно протекать синтез меланина и поэтому очень важно знать собственно на какое звено меланогенеза необходимо подействовать в терапии данного процесса выделяют два пути регуляции меланогенеза через аденогипофиз и гипоталамус меланоцит стимулирующий гормон связывается с рецепторами мембран меланоцитов стимулируя их рост и активность и активность тирозиназы и второй момент как заключается в активации синтеза меланина непосредственно в меланоците роль меланоцитов очень важно во-первых они защищают клетки от солнечного излучения ведь появление пигментации это не что иное как защитная реакция наших клеток также доказано что меланоциты блокируют свободно радикальные реакции они взаимодействуют с продуктами перекисного окисления липидов они легко взаимодействуют с различными токсичными веществами и непосредственно ингибирует их также в последнее время очень велико велик интерес к тому что изучается роль меланоцитов в сложных межклеточных взаимодействиях и здесь собственно изучается связь пигмента с иммунитетом и так идем дальше важнейшим фактором который определяет чувствительность кожи к ультрафиолету является фототип на сегодняшний день выделяют 6 фототипов по фицпатрику вы видите их на экране причем очень интересный факт что количество меланоцитов у всех абсолютно типов кожи примерно одинаковое меняется лишь распределение пигмента в клетках у всех типов кожи и так остановимся более подробно на типах кожи первый тип кельтские это всегда светлые блондины или рыжие волосы обладатели рыжих волос со светлыми голубыми глазами и данный фототип никогда не загорает и абсолютно всегда обгорает второй фототип практически наверняка большая часть ваших пациентов относится именно ко второму фототипу и это обладатели светлых глаз цвет волос может варьироваться от светлых до более темных и данный фототип он также всегда обгорает и загар может быть минимальным третий фототип более темнокожий здесь возможен более равномерный загар однако ожоги также вероятны четвертый фототип это обладатели темного цвета кожи более темного цвета это обладатели более темных глаз и темных волос кожа более смуглая загар ложится достаточно хорошо хотя скажем так ожоги также возможны пятый фототип еще более темный и шестой фототип это фототип который никогда горает и всегда имеет темную кожу установлено что люди с первым и вторым фототипом наиболее чувствительны к ультрафиолетовому излучению и конечно у них риск развития симптомов фотостарения риск развития гиперпигментации а также новообразование кожи у них значительно выше по сравнению с другими фототипами и так причины появления пигментации конечно выделяют как внутренние причины развития пигментации так и внешние если мы с вами говорим о внешних причинах это те причины которые собственно мало зависят от человека от его внутреннего состояния это всегда идет извне и в первую очередь даже красным цветом выделила это ультрафиолетовое излучение на его долю по данным литературой приходится примерно от 60 до 80 процентов всех причин в частности собственно бывают разные виды ультрафиолетового излучения выделяют ультрафиолетовые лучи c которые на сегодняшний день пока еще задерживаются озоновым слоем и не попадают на поверхность кожи ультрафиолетовые лучи типа b они в тысячу раз активнее лучей а и вызывают ритему намного сильнее чем спектр а однако они более скажем так проникают только в эпидермальный слой как правило и спектр а собственно он проникает в более глубокие слои дермальные и именно данный спектр вызывает по большей части злокачественное перерождение клеток и так следующей причиной которая может вести к появлению пигментации это прием лекарственных препаратов которые обладают фотосенсибилизирующим действием фотосенсибилизанты это препараты которые повышают чувствительность к свету к ультрафиолетовому свету как правило это прием антибиотиков тетрациклины фторхиналоны это могут быть препараты комбинированные оральные контрацептивы ретиноиды салицилаты сюда относят любители эфирных масел здесь тоже вам следует задуматься о том что большая часть эфирных масел она может также влиять на появление пигмента и конечно же нарушение целостности кожного покрова это различные виды травм ожоги и наши косметические процедуры которые могут скажем так опять же нарушать целостности кожного целостность кожного покрова инъекционные процедуры сюда относят пилинги которые сопровождаются шелушением различные кислотные ретиноевые пилинги различные аппаратные методики типа лазерных шлифовок радиочастотных фракционных шлифовок сюда тоже принадлежат если мы с вами поговорим о эндогенных причинах это те причины которые идут уже непосредственно изнутри то это первую очередь конечно генетическая предрасположенность бывает так что приходит целое поколение допустим мама с дочкой либо наоборот три поколения были такие случаи когда приходили и выявлялась пигментация причем анамнез был практически одинаков во всех трех случаях также и существенную роль играют нарушения гормонального фона и здесь мы ведем речь о физиологическом нарушении гормонального фона и патологическом физиологическое наблюдается при беременности и лактации если мы говорим о патологическом нарушении то здесь конечно нужно брать во внимание внутренние процессы внутренние дисбалансы заболевания различные типа нарушения функции печи печени надпочечников желчных путей это может быть патология щитовидной железы также заболевания органов малого таза у женщин а также причинами появления пигментации могут служить различные кожные заболевания например акне зудящие дерматозы например псориаз например красный плоский лишай и так далее также хочу отдельно отметить дисбаланс витаминов доказано что дефицит витамина b12 дефицит витамина а дефицит железа может вести также к появлению пигментных пятен дисбаланс витаминов очень важен ну и хронические инфекции туберкулез и глиссной инвазии конечно же когда мы говорим с вами о появлении пигмента роль какого-то одного фактора она неуместна всегда идет сочетание ряда факторов как правило по классике всегда есть ультрафиолетовое излучение в сочетании с каким-то или какими-то факторами по классике жанра это всегда отдых где-то в солнечной стране либо собственно нахождение на солнце очень часто это может сочетаться с применением лекарственных препаратов назначенных у различных специалистов это может быть неправильный косметический уход пренебрежение фото защитными препаратами как правило идет в сочетании ну и соответственно наличие соматических процессов различных по классификации пигментацию выделяют первичную и вторичную если мы говорим с вами о первичной пигментации то здесь собственно речь идет о вновь появившейся пигментации которая не образуется после какого-то патологического процесса если речь идет о вторичной пигментации как правило она появляется на фоне какого-то воспаления вызванного бактериальной вирусной природой либо травмой вторичная пигментация может появляться после различных вирусных процессов например вирус простого герпеса опоясывающий лишай сюда может относиться после акне может появляться вторичная пигментация если речь идет у нас о первичной пигментации мы сюда относим врожденную и приобретенную опять же ну примером врожденной пигментации являются веснушки всем известные да наверняка каждый из вас видел сталкивался может быть кто-то имеет данный данный вид пигментации как правило наличие веснушек обусловлено наличием специфичного гена в меланоцитах в которых происходит повышение выработки меланина под влиянием ультрафиолетового излучения также примером врожденной пигментации является наличие родимых пятен и невусов если мы с вами говорим о приобретенной пигментации на нижней картинке вы можете увидеть это так называемая мелазма или хлоазма существенную роль здесь играет нарушение гормонального фона на фоне беременности на фоне лактации также может появляться в период полового созревания может появляться при воспалительных процессах женской половой системы и клинически мы видим пятна неправильных форм с четкими границами и как правило они локализуются на лице первичная пигментация также может быть ограниченной когда мы видим четкий очаг на какой-либо на каком-либо участке лица или тела и может быть также генерализованная когда подвержен появлению пигмента более обширный участок на лице или теле по расположению пигментацию выделяют поверхностную или глубокую конечно здесь очень важно диагностировать на каком на какой глубине залегает пигмент потому что по сути от того насколько глубоко он залегает мы можем понимать насколько эффективна будет та или иная методика лечения и от этого зависит выбор методики по которой вы собственно будете работать с данным конкретным пациентом но как определить в первую очередь конечно нам в помощь различные диагностические аппараты которые могут дать доступ могут дать видимость к тому насколько глубоко пигмент лежит однако не все конечно же учреждения в сфере эстетической медицины обладают данными различными аппаратами поэтому на помощь здесь может прийти самая обычная лампа вуда которую используют дерматологи для диагностики различных процессов и при освещении лампы вуда поверхностная пигментация выглядит более яркой имеет яркий коричневый оттенок и поэтому прогноз здесь будет более благоприятный если пигментация глубокая при лампе вуда она имеет более блеклый оттенок более сероватый оттенок и конечно прогноз здесь будет наименее благоприятный и придется подействовать несколькими методиками лечения для того, чтобы избавиться от этого пигмента. Еще существует вид смешанной пигментации. Как правило, он встречается наиболее часто, когда мы видим на поверхности как очаги поверхностной пигментации, так и очаги глубокой пигментации. Итак, по гистогенезу выделяют пигментацию, связанную с увеличением количества меланоцитов и связанную с увеличением количества меланина. Примеры вы также видите. Идем дальше. Когда к вам пришел пациент на прием и обратился с проблемой пигментации, вы в первую очередь проводите тщательный осмотр. Вы наблюдаете, где локализуется пигмент, какой очаг, насколько он обширный, его границы отмечаете всегда. И, конечно же, вы проводите диагностику. Поверхностный это пигмент или глубокий пигмент. Далее вы обязательно собираете тщательно анамнез. Вы выясняете наличие сопутствующих заболеваний. Вы выясняете, какие препараты использует, применяет данный пациент именно на момент обращения к вам. Выясняете давность процесса пигментации. Связано ли это, собственно, с приемом каких-либо препаратов. Связано ли это с наличием каких-то соматических процессов. Также вы выясняете, когда был загар, собственно, использует ли пациент фотозащитные средства, какой фактор защиты у данных средств. И, конечно же, при понимании причины, если у вас есть подозрение на какую-либо соматическую патологию, вы обязательно назначаете анализы. Если есть сомнения по поводу патологии щитовидной железы, если вы видите, что пациент достаточно сильно набирает в весе, достаточно сильно теряет в весе, то есть такие колебания очень резкие в весовой категории, вы, конечно же, обязательно обследуете щитовидную железу. Назначаете УЗИ, назначаете гормоны, те же самые Т3, Т4, ТТГ. Можно посмотреть при сомнении антитела к тиреопероксидазе. Если есть сомнения в плане органов желудочно-кишечного тракта, вы, соответственно, назначаете также все те методы обследования, которые необходимы. Это то же самое УЗИ гепатобилиарной зоны. Вы назначаете консультацию гастроэнтеролога и ведете уже совместно с этим смежным специалистом. Ну и, конечно, у женщин очень важную роль играет посещение гинеколога. В любом случае, оно обязательно. Оно обязательно. Необходимо осмотреть гормоны первой и второй фазы менструального цикла. Необходимо исключить воспалительные процессы. Синдром поликистозных яичников следует исключить. И также наличие различных эрозий и полипов. Также следует пациенту объяснять, конечно же, важность коррекции привычек. Если перед вами любитель солярия, если перед вами любитель загара, то, конечно, обязательно доводить до сведения, что загар может вызвать, конечно же, пигментацию и быть причиной этому процессу. И также важно довести до сведения о том, что в настоящее время уже доказана вредная роль в солнечном излучении, скажем так, солнечное излучение может привести к новообразованиям. К сожалению, на сегодняшний день этот процент очень высокий и обязательно нужно говорить об этом пациенту. Запрещаем загорать, соответственно, если планируется отпуск, если планируется нахождение на активном солнце, если это летний период, обязательно использование солнцезащитных средств. Также мы, как я уже сказала, назначаем консультации смежных специалистов, подключаем по возможности гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога и ведем совместно с данными специалистами. Когда мы решим проблему, которая вызвала у нас пигментацию, собственно, мы намного лучше поможем пациенту, потому что, по сути, мы можем помочь своими наружными методами, но когда процесс идет изнутри, конечно, его нужно всегда гасить. Всегда объясняем пациенту о важности использования профессиональной косметики. Это отбеливающие препараты, это антиоксиданты, которые у нас подавляют воспалительный процесс и профилактируют появление пигмента. И, конечно, мы назначаем наши косметологические уходовые процедуры, сюда же мы относим пилинги, инъекционные процедуры и аппаратные методы. Остановимся здесь немного более подробно. Если мы с вами говорим о терапии гиперпигментации, мы всегда подразумеваем три мишени. Это осветление кожи, собственно, нам здесь необходимо подействовать на уменьшение продукции меланина. И здесь можно пойти двумя путями. Либо это инактивация фермента тирозиназы, вы помните, я о нем говорила в самом начале, когда мы разбирали меланогенез. Также мы можем уменьшить ее количество или блокировать полностью ее синтез посредством воздействия теми или иными компонентами. И также мы можем пойти по пути блокирования переноса меланина из меланоцитов в кератиноциты, то есть прекратить транспортный путь. Еще одной мишенью для лечения гиперпигментации является отшелушивание. Когда мы убираем поверхностные кератиноциты и тем самым, собственно, обновляем клеточный пол. И очень важным моментом является, конечно же, защита и снятие воспалительных реакций. Если мы говорим с вами об осветляющих компонентах и осветляющих процедурах, то в первую очередь, конечно, это отбеливающие ингредиенты, очень мощные, по типу арбутина, коевой кислоты, аскорбиновая кислота. Сюда также относятся с ее стабильными предшественниками и формами. Растительные экстракты корня солодки, толокнянки, белые шелковицы и другие компоненты. Также на осветление могут значительную роль, в осветлении кожи могут значительную роль, будет играть IPL-терапия. Это фототерапия, которая, собственно, заключается в том, что пятно полностью, пигментированное пятно полностью поглощает свет. Изначально он темнеет, пигментированный участок, пигмент как бы схлопывается, и затем выходит на поверхность кожи, и кожа становится намного светлее. Сюда же относят инъекционные методики. Это наша любимая мезотерапия. Опять же, в состав которой входят коктейли, которые содержат вышеперечисленные отбеливающие ингредиенты. Сюда может быть в дополнение добавлена гиалуроновая кислота, которая будет уменьшать воспаление, которая будет увлажнять кожу. И следующий момент – это отшелушивание. В первую очередь, конечно, это пилинги. Различные пилинговые процедуры. Сюда относят пилинги на основе АХ-кислот, солициловые пилинги, пилинги ретиноловые. Сразу скажу, что, конечно, АХ-кислоты и вообще все кислотные пилинги, они воздействуют непосредственно на эпидермальную часть кожи. Если мы говорим с вами о ретиноловых пилингах, то здесь, конечно, воздействие идет прицельно на базальный слой кожи. Ведь, по сути, когда мы наносим ретинол, у нас эпидермис остается неповрежденным. И стимулируется, наоборот, рост клеток базального слоя. И шелушение происходит за счет того, что, собственно, происходит массивное интенсивное деление клеток. К отшелушивающим процедурам также относятся дермабразия, криотерапия воздействия жидким азотом и различные виды шлифовок. Если мы говорим с вами о применении лазеров в данном случае, то в первую очередь, конечно, используются различные виды лазеров. Может использоваться эрбиевый лазер, рубиновый, может использоваться неодим. И если идет сочетание с возрастными изменениями, то возможно использование СО2 лазерной шлифовки. И вот мы добрались с вами до защиты и снятия воспаления. Очень много сегодня говорят о том, что действительно необходимо использовать фотозащитные средства и антиоксиданты. В идеале, если мы сочетаем использование фотозащитных средств с антиоксидантными составами. Давайте здесь также немножко остановимся более подробно. Что же такое солнцезащитный фактор, сам протектор факт? Вообще, СПФ изначально показывает, насколько минимальная эритемная доза с нанесенным на кожу фотозащитным средством больше минимальной эритемной дозы незащищенной кожи. По сути, СПФ это отношение дозы ультрафиолета, которая вызывает покраснение нашей кожи, к дозе ультрафиолета, которая вызывает также эритему, но с нанесенным солнцезащитным средством. На сегодняшний день на рынке косметологии существует очень много солнцезащитных средств с различным фактором защиты. И на сегодняшний день в среднем СПФ определяют, как правило, по методу Шульца. И, как правило, СПФ с фактором защиты 100 может защитить кожу в количественном отношении 99%. Если СПФ у нас 50, то, как правило, защита кожи составляет 98%. Если СПФ 30, то это, как правило, 97%. И сейчас мы поговорим об антиоксидантах. Если к вам пришел пациент на процедуру отбеливания, то, конечно же, необходимо учитывать то, что использует пациент в данном случае. Либо он принимает антиоксиданты внутрь, либо это местные антиоксиданты. Так вот, как раз во время курса отбеливания, во время курса отбеливания, мы назначаем жирорастворимые антиоксиданты пирорально на 1-2 недели, и затем мы назначаем в течение 2-х недель после процедуры. Также мы должны брать во внимание то, что мы отказываемся от антиоксидантов с фотосенсибилизирующей активностью. Это так называемые бета-каротины, фитоцианины. И после процедуры отбеливания, какая бы она ни была, будь то пилинг, будь то, собственно, аппаратная методика, инъекционные, мы не наносим никакие антиоксиданты в течение 2-4 часов. Это очень важно. Если мы говорим с вами о профилактике пигментации, здесь, конечно, берем во внимание то, что нам всегда нужно контролировать соматическое состояние. Обязательно, если у пациента есть какой-то хронический очаг, мы периодически наблюдаемся у смежных специалистов, плюс вы всегда берете на контроль этого пациента и периодически за ним наблюдаете, чтобы он опять не пришел к тому, что забывает пользоваться фотозащитными средствами. То есть это обязательно нужно до него донести. Конечно, мы за всех отвечать не можем, но тем не менее, собственно, если пациент вдруг где-то сделает погрешность, он уже знал, что виноват, собственно, в этом он сам. И мы систематически назначаем препараты природного витамина Е, коэнзима, цинка, селена в течение одного месяца и после процедур каких-либо планируемых, других даже не касаемых осветления. Итак, таким образом, конечно, на сегодняшний день предпринимаются значительные попытки в лечении пигментации. И на сегодняшний день такой золотой протокол, золотой стандарт, он, к сожалению, до сих пор не выработан. Однако, конечно, когда мы подходим комплексно к лечению пигментации, мы всегда должны брать во внимание все методики, которые мы имеем в своем арсенале как практикующие специалисты. Во-первых, если пигмент глубокий, если пришел к вам пациент с глубокой пигментацией, либо смешанной, и по большей части там идет глубокий процесс, глубокое залегание пигмента, конечно же, начинать нужно лечить с глубины. И здесь, как правило, в первую очередь нам помогают аппаратные методики. И всегда мы сочетаем с наружными косметическими средствами, абсолютно всегда это прием, соответственно, отбеливающих каких-то ингредиентов, компонентов. Если к вам пришел пациент с поверхностной пигментацией, соответственно, вы можете пойти на коррекции пилинговыми процедурами, инъекционными процедурами. И опять же, мы всегда сочетаем с наружными косметическими средствами. Если глубокая пигментация не уходит, мы добавляем, соответственно, другие процедуры, мы переходим на инъекции, мы можем переходить на пилинги, либо сочетать в одном курсе, соответственно, с аппаратными методиками. Это все допустимо. И, собственно, на сегодняшний день в компании Николь есть линии замечательные, которые могут помочь нам для решения данной проблемы. Для осветления мы можем рекомендовать и для защиты использование следующих линеек. Это Кристина Флюороксиджен и замечательная нашумевшая новинка Кристина Иллюстрианс, которая содержит очень много достаточно эффективных отбеливающих, осветляющих рецептур. Плюс есть очень уникальный крем с фактором защиты SPF 50. Дневной крем. Также отдельно я хочу остановиться на прекрасной линии Кристина Клиникал ПРО Брайт. Как адепт этой линии я очень люблю и назначаю своим пациентам. Это специальная линия лимитированная, которая разработана для врачей, специалистов с высшим медицинским образованием. Она может использоваться для подготовки пациентов к осветляющим процедурам и также может использоваться в качестве реабилитации после различных осветляющих процедур. В состав линии Кристина Клиникал ПРО Брайт входит два крема. Это дневной крем с фактором защиты SPF 30. В состав входит запатентованный комплекс инкапсулированных микрочастиц, которые осуществляют адресную доставку в кожу. И также в составе содержатся другие осветляющие компоненты. Ночной крем содержит инкапсулированный ретинол, стабильную форму витамина С и растительные экстракты, которые обладают эффектом блокирования тирозиназы. И в составе данной линии есть две прекрасных сыворотки. Это сыворотка тотальное осветление, куда входят также мощные блокаторы тирозиназы и сыворотка увлажняющая. В качестве отшелушивания у нас представлено две замечательных линейки. Это пилинговые линейки, пилинг РосДМР и пилинг Пропил. Оба пилинга являются коралловыми, однако у них есть ряд существенных отличий. Более подробно я сейчас останавливаться на этом не буду. Вы можете всегда узнать на наших вебинарах, на наших семинарах, и где наши тренера более подробно вам могут это объяснить. И, конечно же, гордостью основной является препарат Плюреаль Мезолайн Шайн. Данный препарат мезотерапевтического ряда показан при любых типах гиперпигментации, показан при тусклой коже, при коже курильщика. Объясню потом почему. Основной активный курс составляет 5-8 процедур 1 раз в неделю. При необходимости можно довести курс до 10-12 процедур. Это не противопоказано. Обратите внимание на PH данного препарата. Дело в том, что PH данного препарата составляет 4,5. Все мы помним о том, что препараты с данным PH могут вводиться при помощи мезороллера или техники на PH. Это также следует обязательно учитывать. Итак, в составе данного препарата у нас содержится аскорбиновая кислота, блокаторы фермента тирозиназы, это экстракт листьев белой шелковицы, ряд кислот, которые обладают активным отбеливающим действием, витамин А содержится. И также здесь есть пероват натрия, который является кетокислотой, производной перовиноградной кислоты, который, собственно, является мощным кератолитиком с антибактериальным действием. Почему показан при коже курильщика? Все мы вспомним о том, что у нас есть синтез коллагена, который происходит при участии витамина С. Так вот, как раз таки, все пациенты, которые получают данный препарат, отмечают уплотнение кожи. Это не что иное, как стимуляция синтеза коллагена, как результат такой очень хороший. В результате мы видим появление светлой, сияющей кожи, и кожа действительно становится более плотной. Более плотной становится. Итак, вот клинические случаи. Пациентка 33 года, отягощен анамнез, имеется вредная привычка курения, есть пигментация, локализованная на области скул, также есть небольшая тания кожи, собственно, в таком вот состоянии она обратилась. В данном случае проведено 6 активных процедур, один раз в неделю, мезотерапии при помощи препарата Mesa Line Shine. Это промежуточный результат, и на самом деле мы здесь еще не останавливаемся, мы проведем еще как минимум 2 активных процедуры. Мы получили действительно осветление кожи, причем осветление кожи было замечено уже после второй процедуры. Уменьшение видимости пигмента получили, и, соответственно, пациентка была очень довольна. Помимо этого, в домашний уход данная пациентка получала линию Кристина Клиникал. Это дневной крем, ночной крем и сыворотка, которая осветляет кожу. То есть здесь такое комплексное лечение у нас получилось. И я очень хочу обратить ваше внимание на результаты, которые мы получили. Данные фотографии представлены на аппарате Антера. Сверху 4 фотографии непосредственно до курса процедур, и 4 после 6 процедуры непосредственно. Мы видим, как у нас действительно произошло выравнивание текстуры кожи, у нас улучшился рельеф, и самое главное, конечно, у нас уменьшился активный пигмент, который присутствовал. Но, как я уже сказала, мы на этом не заканчиваем с данной пациенткой работать. Здесь я хотела по большей части показать, как действительно хорошо работает данный препарат на конкретной проблеме. Итак, сейчас мы, коллеги, с вами будем приступать к демонстрации процедуры. И я попрошу дать мне 10 минут на подготовку модели и на подготовку рабочего места. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне можете писать, соответственно. После того, как я закончу демонстрацию процедуры, я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое! Продолжение следует... 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 напомню что при использовании данного препарата даже уже после первой процедуры вы действительно ощутите повышать повышение эластичности кожи кожа станет более плотной на ощупь и будет отмечаться такой лифтинг эффект это очень хорошо после процедуры соответственно сегодня да могут быть небольшие гематомы такое может быть мы будем вводить на разных уровнях препарат это будет поверхностной и серединный напаж при значении page 4 и 5 лучше всего конечно вводить данный препарат методом напажа однако если уж есть выраженные очаги пигментации аккуратно но все же лучше по инструкции по инструкции вводить именно методом напажа папула в данном случае все же я не рекомендую делать потому что будет очень сильно ощущаться данный препарат это очень кислый очень щепучий препарат если вы ведете его папулами пациент вам спасибо не скажет и так мы будем начинать соответственно мы разворачиваем нашего пациента нашу замечательную пациентку соответственно напаж выбор иголочек может быть различным различная длина это может быть 4 миллиметра это может быть 12 13 миллиметров если вы берете иголочку 12 13 миллиметров обязательно сгибайте ее под углом примерно 45 градусов непосредственно срез иглы у нас смотрит всегда вверх и движениями движениями от себя вы начинаете прорабатывать поверхность лица очень важный момент в том что при обработке при обработке кожи непосредственно препарат вы не стираете вы его втираете наша задача именно распределить препарат там где вы его оставили в кожу и созданные микротравмы микроканалы они как раз таки этот препарат у нас вбирают в себя не стираем именно втираем этот препарат мы видим что да действительно есть синдром кровяной росы это та задача которую мы с вами ставили добраться до уровня базальной как раз таки мембраны если мы с вами проводим обработку кожи и у нас не образуется кровяной росы то мы значит находимся на уровне поверхностном эпидермальном и в данном случае конечно же если пигмент поверхностный можно пойти поверхностным напажем если пигмент у нас более глубокий то это конечно же всегда срединный напаж как ваши ощущения приятные то есть я по массажным линиям иду и закрою это все сеточкой чуть-чуть на меня напаж это та техника которая является альтернативой мезо-роллера и наиболее скажем так энергии экономически более интересное однако если есть в арсенале роллер пожалуйста вы можете также его прекрасно использовать и теперь мы закрываем сеточкой то есть те линии которые соответственно мы проводили мы делаем перпендикулярные да мы видим кровяную росу и аккуратно аккуратно втираем последовательно препарат для того чтобы по микро каналам микро сделанным каналом он у нас соответственно проник вглубь кожи лицо выглядит покрасневшим в тех участках где мы соответственно проработали это абсолютно нормально более того при введении данного препарата может ощущаться легкое жжение покалывание это абсолютно нормально потому что как я уже сказала паш препарат и таково что он действительно может достаточно интенсивно ощущаться как ваши дела все хорошо отлично и вот обратите внимание на кожу там где соответственно были проколы есть небольшие такие вот небольшие вздутия это абсолютно нормально то есть это реакция кожи на введение данного препарата Пусть это вас не пугает, это не аллергия, это просто именно результат того, что мы ввели данный препарат. Я перехожу на вторую половину лица. И мы с вами продолжаем. Срезом иглы мы всегда смотрим вверх. Срезом иглы мы всегда смотрим вверх. И, соответственно, прорабатываем вторую половину лица. Опять же, остановились, втираем. У нас попался очень терпеливый пациент. Без анестезии, стоически. Очень хорошо влияет данный препарат на уменьшение сосудистой сети на лице. Так как здесь в составе витамин С, это достаточно эффективно укрепляет сосудистую стенку. И, конечно же, в плане именно сосудистой сети вы увидите также значительное улучшение состояния кожи. Немножко скоро закончим. Опять же, втираем. Напомню, коллеги, если кто-то из вас еще до сих пор не работает на данной линейке Мезолайн, у вас всегда есть возможность пройти обучение. Есть двухдневное обучение с постановкой руки. Есть обзорный семинар по продуктам Мезолайн, который длится один день. Более подробно о расписании вы всегда можете узнать на сайте николь.ру, где в разделе «Учебный центр» есть расписание семинаров. И теперь мы добираем, соответственно, перпендикулярными линиями. Как вы? Все хорошо. Обязательно спрашивайте у пациентов, использует ли он какие-то лекарственные препараты, БАДы, витамины, которые могут, соответственно, влиять на появление синячков и гематом. Нестероидные противовоспалительные препараты, препараты аспиринового ряда. Омега также может влиять, потому что он разжижает кровь, и, соответственно, может быть риск появления более значительных синячков. Повышена кровоточивость. Я до конца распределяю препарат, прям до полного впитывания. У нас ушло 2,5 мл препарата. Напомню, что ампулы у нас выпускаются в объеме 5 мл. Соответственно, на области лица мы закончили. Оставшиеся части мы легко в дальнейшем можем распределить на область шеи, также методом напажа на область декольте. Еще очень важным моментом является то, что очень часто приходят более возрастные пациенты. Там, где есть пигментация на области кистей, и, пожалуйста, вы также можете легко использовать данный препарат при работе на, собственно, теле пациента. Также пигментация постакна, которая образуется вследствие образования воспалительных явлений на спине, точно также можете работать и сочетать с другими препаратами линейки Мезолайн. Препарат Шайн легко сочетается абсолютно с любым препаратом. И смотрите, если вы, соответственно, идете по лечению конкретной проблемы, если это пациент с акне, то вы можете изначально ввести препарат Мезолайн, например, Клир, и затем сверху вы можете обработать лицо либо поверхность спины, соответственно, препаратом Шайн. Однако одно условие в том, что если нет активных воспалительных явлений, множественных, это можно легко сделать. Ну, собственно, демонстрационную часть мы с вами завершили. Я жду от вас вопросы, если они есть, и я с большим удовольствием на них отвечу. Так, я вижу, что вопросов в чате нет, поэтому большое спасибо вам всем за внимание, всего хорошего, и ждем вас в нашем центре Николь на семинарах обучающих. До свидания. Продолжение следует...